В Икутском медуниверситете сегодня открыли учебный центр для иностранных студентов. Их немало. 600 человек из 32 стран ближнего и дальнего зарубежья. На что особо обратят внимание в обучении. Игну, храм медицины близ Байкана. Телёшь свой негасы без света. ЖМС студент третьего курса. Хочет стать хирургом и вернуться работать на родину, в Мозамбик. Сегодня для него и его друзей по медуниверситету открывают новый учебный центр. Я нахожусь на третьем курсе лечебного факультета. И этот центр очень помогает нам. 32 страны мира. 600 студентов. Каждый год количество иностранцев, будущих врачей, растет. Теперь все не будут обучаться здесь. Особое внимание уделят преподаванию русского языка. Многие из молодых людей, приезжая абитуриентами, не знают ни слова по-русски. Раньше очень трудно. Мы не знаем, как говорить по-русски. Мы не знали, как когда я здесь. Сейчас хорошо я буду. Люди тоже так хорошие. И университет очень помогает. Друзья тоже, которые хорошо помогают. Они подарили нам этот новый современный центр. Мы дальше будем профослить врача. На открытии подарок от ректора. Главный тост-улат для врача. Также в этом центре будут обучать и студентов подготовительного отделения. Они как раз и будут изучать русский язык, а уже потом приступать к познанию медицинских терминов. Здесь будет такой центр, где будет сконцентрировано обучение языкам, фундаментальным наукам. Для того, чтобы потом они могли отсюда вырваться и пойти на кафедры клинические, в клиники, в диагностические центры. И действительно, по статистике, выпускники Иркутского медуниверситета получают самые высокие должности. Работают в ведущих клиниках страны и мира. А в новом учебном центре начнут учебу уже завтра. Яна Романова, Константин Сининсон, АСТВ.